Доброе утро. Папулечка, он хочет рыбу. Что мы ему скажем, папа? Что тебе скажем, сынок? Что ты разлил? Что ты разлил? Ты поросенок. Ты поросенок? Сейчас я делаю тостики еще на завтрак. Будем доедать рыбу. Я достала себе соленых помидоров. Сейчас я тебя чищу. Сейчас папуля тебе чистит. Она почище. Папа уже почистил. Аккуратно. Мы все смотрим парад военно-морского флота. Тебе нравится парад, сынок? Не очень? А что тебе нравится? Нет. А зачем ты так оделась? Зачем я так оделась? Я просто одела платье. И все. Не знаю, почему я так оделась. Захотелось мне так одеться. Нет. Григорий, тебе-то хоть нравится парад? Угу. 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 Нравится, если бы папа не гавкал смотрел. Да, то им бы не понравилось. Угу. 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 Да? Мне очень понравилось, знаете, Москва и Петербург. Те два города, куда хочется поехать самим. Именно для истории. Для того, чтобы прикоснуться к истории. И хочется показать своим детям. Несмотря на то, что сейчас им парад не очень хотелось смотреть, потому что им хотелось бежать играть на улице. Пока там нет такой жары. Но все равно мы их заставили посмотреть парад. Я думаю, что в головах у них что-то, да, отложилось. Что-то, да, осталось. Вот. Так что теперь будем мечтать и о Петербурге тоже. Так. Здесь у меня компотик варится. Я, естественно, пока мы на кухне смотрим телик, тут перемыла кучу посуды. И сейчас вот уточка размораживалась. Сейчас ее нужно разделать на суп и на что-то второе. Так что компотик закипел. Здесь у меня варится... Так, выключаем его. Здесь у меня варится хребетик от уртки. Я его залила вторым бульоном. То есть первый закипел слила. То, что мне показалось жирновато. И теперь вот это вот все варится второй раз. Надо приготовить какой-то супчик. Но не это. Нет у нас туда чего засыпать. Никакой крупы. Так что сейчас я в магазин. Какую-то крупу надо купить. Ну, вообще у нас крупы закончились. Никакой вообще. Ни каши, ни макарон, ничего нет. Нужно, в общем, это все бакалею прикупить. Так что сейчас поеду до дяди Лёни. Потому что только там гречка, по крайней мере. Только у дяди Лёни мне нравится на развес. Которая чистая, а не грязная, а не мусор. В общем, так что поехала. Ах ты, в школе уже новый забыл. Такой вот штакетник. Ты где штакетник появись? Вот он. Так, вот все покупки. Это крышечки. Обычные за 200 рублей купила. Вообще не стала заезжать в другой магазин. Вот, купила арбузик по 16 рублей за килограмм. Мороженое. Большой папа вот такой вот взяла. 120 или 140. Вот это вот стоит коробочка. Печенье. Сегодня взяла вот такое вот шоколадное. Какие-то квадратики какао. Не знаю, как оно там называется. Такое вот. И вот такой вот с начинкой. Его, конечно, съели быстрее всего в прошлый раз. Когда я его покупала. Хлеб. Батон нарезной. Батон подовый. Майонез. Стаканчик. Два кефира. Это в одном магазине. Это в люксе. Вот это вот уже в другом. Сливочное масло на развес. Оно мне тогда очень понравилось. Так. Два молока. Здесь куча-куча крупных. Куча-куча. Рис обычный. Рис пропаренный. Это для плова. Хочу сегодня с куточкой приготовить плово. Перловку. У нас очень любят тоже у меня. Ну и мы все едим гречку и полбу. Это все крупы, которые мы очень любим. И доедаем их всегда, в общем. Так. У меня тут все готовится. Здесь сварится соль с перловочкой. Здесь у меня на плово уже обжаривается. Две ножки, два крылышка. Здесь бедра голени и два крыла. Все это у нас с сольского рода есть. Сейчас жирок выпит от своей жуточки. В общем, тут будет, ну, на чем жарится, в общем. А здесь у меня филе, два филе куриной грудки, да. Два филе утиной грудки. Сейчас все это хочу замариновать. У нас осталось немножечко аджики вот этой, которая. Или как соус по-грузински. Вот здесь у вас совсем немножечко. И чтобы он не пропал, добавлю его сюда. Может быть еще зубчик чеснока. Немножко посолю и, в общем, будет вот такой вот маринад для грудки. Ну что, решила просто здесь аджику и больше ничего не добавлять. Вот это все теперь откроется в холодильник. Это что за попрыгунчик? Ну, пап, надо заказать. Это у нас... Да, уже пульт похож на... Это современный. Современный. 3G. Связь. Нет, это не 3. Это 4G. 4V? Нет, это 4Ш. Шурупа. Папа. Вы верите ваше положение? Я не верю. Папа, а ты проснулся? Да. Молодец. Так, плов я буду в мультиварке. Здесь у меня и зажарка, уже и рис, и вода. Сейчас сюда еще чесночок положу. Просто зубчиками целенькими. И все, в мультиварку на режим крупа. Ты пошел? Конечно. Так, все, мы уже покушали супчик. Плов, наверное, уже будет на вечер. Он доготавливается. Кстати, надо, наверное, вот помешать. Вот. Тут как раз еще 10 минут написано. В общем, я включила еще раз. Залила же все холодной водой. И посмотрела, что, получается, вода только стала закипать. Так что 25 минут прошло. И закончился этот режим крупы. Мультиварки я еще раз включила. Вот сейчас во второй раз осталось 11 минут. Вот как раз я думаю, что за 11 минут здесь все отлично приготовится. Все, закрываем и ждем. Афонечка, что вы тут делаете, Афонька? Афонька. Ты тут спишь? Да. Обалдеть, сынок. Саша тебя укрывает. И Саша спрятался. Саша, ты тоже тут спишь? Да? А где тут спишь? Ты тут спишь? Да. А там вот играешь. Все играют. Все играют. Все заняты, да? Только тихо. Только тихо. Да. Только тихо. Только тихо. Только тихо. Афонька, а ты где? Афонька, ну покажи твой носик. Где твой носик? Покажи. Только тихо. Где твой носик? И тут? Только тихо. Только тихо, да? Гриша учит Дашу подтягиваться. Молодец, Дашенька. Мама, сейчас я покажу, ты еще и не видела. Я еще и не видела, сынок. Молодец, надо тренироваться. Он так пять раз сделал. Пять? Молодец. Давайте, тренируйтесь. Фафонька, ты куда? Трава, ну вы труси, потруси вот так. Давай я потрушу, давай. Я сейчас сижу, распечатываю чеки со Сбербанка онлайн о том, что мы платили за машину. Пришел Сужене СМО налоговое уведомление о том, что мы якобы три года за 14, 15 и 16 года не платили за наш цифре. В общем, сейчас ищу вот эти вот чеки. Надо ехать в налоговую. Боже, это еще один такой блин, извините, ноги моройная тема ехать во все эти инстанции это просто ужас. Так что поедем. Сейчас найду все чеки. Так, мамуля привезла нам пирожков каких-то таких сладких ягодных что ли с яблоками. Не знаю, будем потом пробовать. Карава еще не доели. Дети все нравится, но вот эти вот соленые штуки мне нравятся. Так, в общем, по налогам сейчас расскажу. Нашла я квитанции некоторые, а некоторые не нашла. Не знаю почему. Вот. И хочу еще поехать к ним узнать, если мы сдавали в прошлом году. Получается, в прошлом летом я сдавала документы на то, что мы многодетные. И многодетным вроде бы как транспортный налог платить не надо. В общем, поедем разбираться со всякими бумажечками здесь. Вот. Что там по поводу многодетности, как и что. Потому что, честно, сдавались документы тоже очень странно. Ну, потому что там тетеньки все очень красивые, нарядные. Но, блин, тупые. Я помню, это было. Вообще, отправляли с кабинета в кабинет. Я не знаю. Я то не знаю. Если не знаю, там какие-то же льготы на земельный налог или на имущественный. На имущественный, по-моему. Ну, в общем, налог на дом, на землю. Но вот это вот какие-то там проценты платить меньше. И на, по-моему, транспортный вообще не платить. Ну, в общем, поедем, в общем, разбираться с Сержуней. Сейчас отправим детей в садик и потом займемся налогами. Потому что, конечно, 7-800 нам пришло. За три года мы должны заплатить. 7-838 рублей. Но это, блин, это пипец. Это какой-то грабеж. Фууу. Я сначала начала переживать, потом думала, ладно, можно же во всем разобраться. Поэтому будем разбираться. Афонька, ты где? Да? А вы что не помогаете? Это что? Детки. Его тогда можно отправлять на заработки. На заработки? Обалдеть. Упал с велосипеда. Ну, Фанька, а ты что делал? Покажи маме. Расскажи. Картошку маме. Что, пюре хочешь, что ли? Ага. Ага, у бабушки картошку. Картошку копать? Так вот тут аккуратно накидали. Да, эти ракушки меня уже, знаешь, саму. Тут ноги порезут. Угу. Афонечка, а ты что делаешь? Может, обуться надо? Этих надо сначала в садик отправить, потом уже с налогами, Башка. Да, Афонь? Да. Картошку вот же мать зарабатывает на зиму, что ж он дитё будет. Голодать. Голодать, да. В садик ходит, Башка. Вот он три раза кормит, а даже четыре. А когда каникулы, кто его будет кормить? Десять дней он как-нибудь, знаешь, без картошки. Ага. Вот она картошка. Мышь выдираем. Вот, складывай. Вон ещё, вон бери. Папа. Давай, давай, ты всё складывай, бабушка, потом будем делиться. Мышь косила. Мышь левая. Давай, работай, котик. Мышь. Мышь, мышь. Да, садись. А вот собирай, вот же ещё. Давай, покажи, какая крупная. Крупная. Выросла. Пуканая. Крупная, да? Да. Мама, тверденькая. Это маленькая, да? Мама, тверденькая. Тверденькая? Да. А там тоже тверденькая. И эту потрогать тверденькая, да? Тверденькая. Угу. Что, мы будем кушать? А потом поедем, да? На Красную площадь. Антоша оба выбирать. Последний мой кушать. Учарник. Так. Пловик. Я пловик. В общем, все пловик, кроме Гриши. Гриша суп. Вот последние помидорчики доедаем. Солененькие. Выехали, называется, в город. А тут шлагбаум закрыт. Посмотрите, как две лампочки мне гаяют. Красиво. Может, не видели? Как Вера вам показывает. Мама, что она на камере? Я не показываю. Мама, что она на камере? Тебя не показывает? Меня не показывает. Мама, а что? Я сегодня не в духе. Я обычный я не в духе. Я мейкап не сделаю. Кайп мейкап? Да, видишь, у меня тут это, как, ворщина. Синяки под глазами. Это невероятное. Слава Богу. Пошли. 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 Мы приехали. На Красную площадь. Я в кафе. Ты доволен, сынок? Антоха любит, когда ему что-то покупают, да? Ну, вообще-то, все это любят. Так, мы уже идем в Декатлон. Все вместе. Тут какое хорошее кафе. Мы когда-то в нем были. Оно тут такое возле фонтана, да? А мне сколько ровно? Да, я уже не помню, сын. А я помню. Ты помнишь? Да. Мне еще было, мне Декатлон, два года. Все, поехали? Да. Искать тебе чешки. Что тут она? А тут всего один этот. Да, да, там же палец. Не надо. И неправильно одержишь. Вот здесь урок один. У Гриши он еще не достанет. Вот. Антоха тебе точно не достанет. Все, мы померили штаны. Все нам подходит, да? Угу. Примерочные. Вот, Декатлон. Все? Да. Давай. Эти. Угу. Лук. Здоровский, да? Угу. Смотри, это 1929. Мама, верь! 1099 просто. А этот 999, да? Мама, верь! Мама! Так, сильно-то не крути. Так, все, пошли. Лево, надо. Какие тут воды есть? Мама, если тебе вода, я не хочу понять, я не буду вызывать скорую. Все, пошлите. Пап, дай мне тоже попить. Покажи, какие тебе. Вот такие. А ты на ту их ногу, ты их не на ту ногу? А у всех он правил? Нет. А, нет? Ух видно, да. Я что-то ничего не вижу. Нет, ну на это он просто какой-то глянь такой. Любую ногу, сына. Я тогда обуваюсь? Обувайся. Обувайся. Почему? Не надо. Давай тогда разбывайся, сынок. Я что-то не могу. Не успеем взять пиццу. Не успеем. Нет. Не успеем. За что? Все, пошлите сейчас этот. А, я тогда... Зарая лозы. Куда? Зарая лозы. Зарая лозы. А, в Глорию Джинс. Да, точно. Они все с огромными пакетами. Чего? Вики. Вики новая эти котики. Вики виденёшь? Обалдеть. Да. Не зайдём. Не зайдём. Хотели все же мне купить рубашку с коротким рукавом. А тут уже зима пришла в модисе. Все с длинным рукавом. Все. Ага. Мы только единственное, что нашли, вот, короткие. Ну, вот это с коротким. Это летний. Короче, везде зима. Все. Единственное, такие штуки продаются ещё и всё. В общем, рубашку мы папе так и не купили. Да, пап? Слава богу. Потому что... Ты что, мы померили? Была? Да. Была какая, пап? Право, лево или садил. Ну, вот это ленточки, знаете, пожарные, которые красной беды. Ты бы слился с этими столбами, да? А чё мы не ням-ням? Пап, чё мы не ням-ням? Ты сказала всё. Не, там уж на тебя вся была надежда. Не, подожди, вы сказали, что всё, я и пошёл. Не, ну, в смысле, всё купили. Деньги ещё остались. Мы шли даже и ничего там у него не купили, рубашку. Да, рубашку ещё не купили. А, то есть прожрать теперь рубашку. Твою, давай съедим папу на рубашку. Доехали, переезд был закрыт. Обратно едем, он тоже закрыт. Там уже поезд едет. Чё, с поезд, да, с пять? С пять людей. Да нет, она половина пустая, ты же едешь. Ага. А куда ж он, интересно-то, нет? Ничего не видно. А что там написано, да? Так что куда-то ездили. Так, ну что, мы всё дома в линейках. Это вообще жёлтое. Стакан кефира. Уже полодиннадцатого. Сейчас покажу, чё купили. Чё купили, чё купили? Ты будешь показывать? Давай. Чё купили? Да, в палантин зашли. Там цены какие-то вообще настолько дешёвые. Это Гриша кроссовки за 790 рублей. Мне кажется, это очень даже дешево. Купили ещё одни на физкультуру, потому что уверена, что вот эти, которые мы сейчас на карате носим, они у нас сотрутся очень сильно. Потому что мы у них на улице очень часто. Так, это кому? А, это Гриша тоже такие тупли. Так, папе шнурки. Это у него больная тема. Григорию ещё тупли на 1 сентября. Вот такие вот макикосины. Что-то у них тоже была цена. Это мама. Такая смешная. Это мама. Чё, они тут бесценны? Сейчас я гляну. Подожди, сейчас я гляну, сколько они стоят. Слушай, ты уже два уровня прошёл. Слушай, 390 рублей. Что это за 390? Я же ещё не попробовала красный лазер. 750 это были эти. А, это Антоша 390, а вот ещё Гриша. А, вот эти тоже 750. Мне кажется, тоже недорогие. Вот, мамик. А это мне за 490. Макасины. А, вот у меня. Да, ну, в общем, такие беговые, знаете. Под от всём, мне кажется. И под брюки, и под юбку. Это мне. А вот ещё Антохия в группе бегать же вот такие яркие. Так что... Я начинаю вот с вот этого. Ну, это в декатлоне, да? Здесь все белки. Нет, я уже купила. Давай. Значит, вот такие чешки мы купили. Да. Только побольше, чем те. Да. Они очень хорошие в декатлоне тем... Суп, это Григория попроси. В декатлоне тем, что пришита вот эта вот стелечка. Моя. Майку красную купили, покажи. Ну, переверни, ты неправильно её держишь. Да, вот такая, let's go. Смотри, Петя, у меня теперь новая футболка. Йо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Это футболка. Это футболка. Да, просто белая футболочка, да? Это маленькая футболка. Да, вот футболка, кстати, нам на 6 лет, вот эта вот беленькая. А вот эта вот на 5, потому что она как-то больше, чем белая. И шорты тоже тёмные, чёрные, знаешь, скульптуру, да? Да. А где карман надо надевать? Где карман, это сзади, значит, цена. А где бумажка, это сзади? Да. Всё? Да. Всё, покупки закончились, да? Да, да, в общем-то. И все наши покупки всем досталось. Гриша в бахафоне, только и папе ничего не купили. Мне очень нравятся вот эти штукенцы, они очень удобные, мне понравились. И это. Да, их две штучки. Две штучки, две ноги, две обуви. Я прям очень довольна. Субтитры сделал DimaTorzok